Зрители, история России – это наша память о прошлом. Она может быть непоколебимо светлой, а может быть омрачена тяжелыми воспоминаниями боли, утрат и злодейства. Аргументы за и против, как мозаика, выкладывают историческую картину нашей общей судьбы. Мы решили, что наша передача будет проходить в форме живой дискуссии. Мы попытаемся уловить все аргументы за и против, про-эд-контра и приблизиться к выяснению того, как это было на самом деле. И сегодня, уважаемые телезрители, мы с вами поговорим об эпохе Никиты Сергеевича Хрущева. И для обсуждения этого вопроса я пригласила к нам в студию студентку Института бизнеса и политики Анастасию Толстую. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Наталья Гавриловна. Вот Анастасия будет обвинять на этом нашем процессе историческом эпоху и личность Никиты Сергеевича Хрущева. А я буду защищать. И вот давайте все-таки нарисуем некий политический портрет Хрущева. Никита Сергеевич Хрущев родился в 1894 году в селе Калиновка Курской губернии в шахтерской семье. Своё первое начальное образование он получил в церковно-приходской школе. Потом он в 1908 году начал свою работу. Работал шахтером, чистильщиком котлов, слесарем, состоял в профессиональных союзах, участвовал в забастовках. В 1918 году, в годы Гражданской войны, он воевал на стороне большевиков. Затем ему удалось поступить в институт, учился на рабочем факультете Донецкого индустриального института. И в 1920-е годы руководителем коммунистической партии в Украине был Каганович. И, по-видимому, Хрущев произвел на него благоприятное впечатление. И вскоре, после отъезда Кагановича в Москву, Хрущев был направлен на учебу в промышленную академию. И вот уже с января 1931 года находился на партийной работе в Москве. Был первым секретарем Московского областного городского комитета партии. И в январе 1938 года уже стал первым секретарем ЦК Компартии Украины. То есть карьера Хрущева развивалась достаточно стремительно. И он в 1950-е годы уже приобрел достаточно большое влияние в политической среде. И потом уже стал руководителем, председателем Центрального комитета партии. Да, он был первым секретарем ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы. В эти же годы он был первым председателем Совета министров. Но он, еще я напоминаю, герой Советского Союза и трижды герой социалистического труда. По сути говоря, Хрущев был выдвиженец Сталина. Так? Ну вот личные качества Хрущева и качества политика, они совпадают? Вот по вашему мнению. Если мы уже опомянули о Иосифе Виссарионовиче Сталине, который продвигал всячески Никиту Сергеевича Хрущева, Хрущев был ставленником Иосифа Виссарионовича, то стоит заметить, что сам Хрущев... Ну как ставленник? Сам Хрущев... Умер Сталин в 1953 году. Открылся вопрос о власти, да? И вы помните, что претендентом был Берия. Лаврентий Павлович, да. Понимаете, он создал в стране обстановку страха, выпустив уголовников на свободу. Криминогенная ситуация создалась, криминальная. И этим он хотел доказать, что нужна опять сильная власть и, конечно, репрессивный механизм сработал бы. И Хрущев, и окружение, как отреагировало? Тот же и Маленков, да, и тот же Жуков ведь помог Хрущеву, возвышение Хрущеву, военную помощь оказал. То есть это все говорит о том, что борьба за власть велась не только в эпоху Сталина, когда Сталин обезоружил всех своих противников и укрепился единолично во власти, но и в эпоху Хрущева, и в этом ничего нет предосудительного, да. И все-таки, наверное, вот личные качества Хрущева и его качество как политика, они все-таки совпадают, потому что иначе было бы раздвоение личности, если бы этого не было, или лицемерие. А здесь вот он был таким человеком непосредственным, открытым, да. И надо сказать, что в эпоху Сталина он все-таки подписывал эти расстрельные списки, документы опубликованы. И дело в том, что человек все равно изменяется на протяжении жизни, а потом, после смерти Сталина, он, может быть, прозрел, может быть, он так сам изменился и стал проводить открыто политику десталинизации. И более того, стал развенчивать культ личности Сталина. И вот эта вот противоречивость, она была свойственна Хрущеву. Недаром вот в надгробии Эрнста Неизвестного, это уже и отражено, в надгробии, которое сделано снеизвестным для Хрущева. Одна сторона добрая, а другая сторона как бы злая, да. Ну вот скажите мне, я уже упомянула это, значения 20-го съезда партии, выступления Хрущева, имели положительный резонанс в жизни страны или отрицательный? Отрицательный. Этот съезд партии, который состоялся в феврале 1956 года, на этом съезде обсуждался отчет ЦК партии. Кроме того, я вам зачитываю факты из этого съезда. Хрущев выступил с докладом о культе личности и его последствиях. В докладе содержали собранные комиссии поспелого, сведения о массовых расстрелах невинных людей и о депортации народов в 30-е и 40-е годы. Причины массовых репрессий связывали с культом личности Иосифа Фессареновича Сталина, с негативными чертами его характера, с отступлением от марксиста и ленинского понимания роли личности в истории. Публичное осуждение культа личности Иосифа Фессареновича Сталина, разоблачение преступлений сталинского режима вызвали глубокие перемены в общественном сознании, разрушение системы страха, но в то же время в обществе произошло такое зачарование и упадок, ухудшение настроения основных масс народа. То есть, получается, власть была подорвана, доверие к власти, точнее, было подорвано. Но правильно вы заметили, что сам Хрущев, имеются данные, анализ некоторых документов, ставших доступным исследователем сейчас, будучи первым секретарем Московского обкома, Никита Сергеевич Хрущев в 1937 году активно выпрашивал полетбюро «Лимиты» на расстрел рядовых врагов народа, кулаков, уголовников. И что Хрущев прославился на этой работе своей кровожадностью. Это уже установленный факт. О том, что вы говорите, было, прежде всего, может быть, перемены, человек живет свою жизнь, изменяется. Этого не было. Хрущев специально, будучи человеком не непосредственным, а довольно-таки посредственным, но хитрым и просчетливым, знал, что именно осуждение политики Сталина придет в дальнейшем поддержку народа за его. То есть укрепить свои позиции и взять власть в свои руки. Вот что хотел Хрущев. Вы хотите сказать, что он был маленьким Сталином? Понимаете, укрепилось... Из культа Сталина он хотел сделать культик Хрущева? Нет. Дело в том, что, чтобы сам по себе культ посрамить и свергнуть его, должна быть личность. Сталин был этой личностью. А Хрущев не был такой личностью, поэтому он пытался себя возвеличить и сделать культ. Тем самым десталинизировать власть предыдущего. Вы понимаете, на самом деле нужно отдать должное вот этому человеку, потому что он осмелился, понимаете, незаслуженно обвиненных реабилитировать. Вот начались массовые реабилитации репрессированных, незаслуженно репрессированных. Я вам просто скажу даже вот. В числе реабилитированных лиц находились многие крупные советские государственные военные работники, несправедливо осужденные по процессам 30-х годов. Это и Бубнов, и Косиор, и Постышев, и Косарев, и Тухачевский, и другие. К концу, к началу 56-го года были реабилитированы около 16 тысяч человек. Вы понимаете, для людей, для семей этих людей, для следующих поколений это было так важно. Более того, прекратились вот эти дела по делу врачей, да, и на самом деле была попытка вот вернуться к правовой жизни, и вообще в какой-то степени создать, пусть даже видимость, правового государства. И вот этот вот доклад о культиличности и его последствиях, он почему потом был незабываем? Потому что, во-первых, уже выдворили Сталина из мавзолея, можно было освободить мавзолея от тела Сталина, да. Во-вторых, впервые была сказана правда, правда о том страшном времени. Во имя чего? Во имя того, чтобы вернуться к ленинским нормам и принципам партийной жизни. И даже уже потом, когда самого Хрущева отстраняли от власти, он сказал, что такое стало возможным благодаря его правлению и его действиям. Вот заикнись бы Сталин о том, что... Возможно ли была вообще отставка Сталина или перевыборы Сталина? Невозможно. Так вот это вот стремление к демократизации и попытки вернуть власть народу, а не узурпировавшей власть партии, наверное, все-таки это было достоинством, достижением Никиты Сергеевича Хрущева. Обоснованы ли претензии Хрущева и доказательства вины преступлений Сталина? Как вы считаете? Установленный факт, что действительно во времена Сталина были массовые репрессии в отношении людей без суда и следствия. Да, это было. Но тем не менее, я солидарна с мнением историка Орлова в том, что проводимая Никитой Сергеевичем Хрущевым политика вот этой дестонализации, многочисленные перестройки в политической и экономической сферах вызывали растущее недовольство части партийно-государственного аппарата. Посмотрите, что делать. По мнению многих руководителей страны, разоблачение культа Сталина вело к падению авторитета СССР на международной арене и коммунистической партии в том числе. В 1957 году группа партийных лидеров, возглавляемая Маленковым, Молтом, Кагановичем, пыталась сместить Хрущева с поста первого секретаря КПСС, так как действительно они обвиняли и считали Хрущева, что он является нарушителем принципов коллективного руководства и установления своего культа в самочинах и необдуманных внешнеполитических действиях, в экономическом волюнтаризме. Действительно, все это было. И после всего этого участники группы были исключены из состава высших партийных органов и смещены занимаемых ими постов. То есть со стороны Хрущева последовали такие действия необосновательные и, опять же, без доказательств. Нет, но он совершенно справедливо замахнулся на святая святых, на привилегии номенклатуры, понимаете? Он хотел их пересадить с машин марки «Чайка» на «Волги» на простые и, собственно говоря, как-то сбавить вот этот вот пафос их жизни, как бы государства в государстве. Конечно, вызывал недовольство. Конечно. И мы сейчас будем говорить, как разные слои населения, чем они были недовольны в правлении Хрущева. Но, понимаете, он первым осмелился сказать правду и документально подтвердить. Ведь вот если вы почитаете материалы 20-го съезда партии и почитаете доклад Хрущева на 20-м съезде партии, там очень смелые строки и приведены цитаты из допросов. И он показал всю абсурдность тех обвинений, которые были предъявлены жертвам. Понимаете, так получалось, что многие видные партийные государственные деятели, которые еще в дореволюционную эпоху вступили на путь революционной борьбы и созидали этот строй своим трудом, честным служением, они стали английскими, немецкими шпионами. Понимаете, какую-то сеть террористических банд сколачивали на территории России, диверсиями занимались. Понимаете, он вскрыл это. И началось там шевеление даже в зале, обсуждение. Люди стали думать, что на самом деле, как это все произошло. Но он же был соучастником всего этого. Это заслуга Хрущева. Но вот этим самым он себя тоже реабилитировал. То, что в итоге он попытался вернуть честное имя невинно осужденным жертвам, да еще название какое придумали, враги народа. Как вы считаете, Хрущев пришел к власти в результате интриг и заговора или заслуженно? Я считаю, что он пришел к власти незаслуженно. И в результате как раз-таки интриг и заговоров. Как раз-таки было смещение Маленкова, Молотова, Кагановича. Они были признаны виновными в выступлении против политического курса партии. Таким образом, он отстранил своих главных оппонентов и занял руководящую высокую должность. Главного секретаря ЦК КПСС. И то, что он действительно укрепил... Первого секретаря, да? Первого секретаря, да. Ну, понимаете, не будь у него тех качеств и опыта партийной и государственной работы, конечно бы он не занял эти посты. Я считаю, что это было заслуженно. Ну, вот что касается самой эпохи Хрущева, то здесь нужно сказать, что все-таки шли процессы в советском обществе и в государстве, когда глубинные противоречия между задачами дальнейшей модернизации советского общества и сущностными чертами самой советской системы, вот что мешало жить. Когда развертывание научно-технической революции, приводящее к углублению неразрешимых противоречий между передовыми сферами отечественной экономики и отсталостью большинства ее секторов, вот это начинало сказываться. Причем происходили революционные сдвиги в процессе урбанизации, вот мы говорим о жилищном строительстве, революция в образовании, и вместе с тем отсутствие доступа к информации для большинства населения страны. Более того, происходило складывание в передовых западных странах общества потребления и в то же время ситуации псевдопотребительского общества в СССР. Вот нужно все-таки было об этом сказать. Но вот в связи вот с этими процессами, которые шли помимо воли правящей партии или лично Крущева, скажите, кем вы бы его назвали? Верным сталинцем или демократом? Конечно, он был отступник от сталинизма, от сталинской установки позиции как таковой. Скорее, он больше склонялся к демократическому пути развития, хотя являлся сам, когда-то в своем прошлом, революционером, участником гражданской войны, был на стороне большевиков, стоял в партии. И я не могу его назвать ни верным сталинцем, ни демократом. Но все-таки кем-то надо назвать? Он социалист. Он социалист как таковой, но не демократ. Но все-таки в стране-то он осуществлял демократические преобразования? Он уносил частично, пытался осуществить эти демократические преобразования, которые, в принципе, загубляли, ухудшали экономическое положение. Ну, например, была осуществлена реформа систем правосудия, было разработано и утверждено новое уголовное законодательство, было принято положение о прокурорском надзоре. Все это становилось впоследствии преградой, то есть недопустимым того, что могло быть, что было при Сталине. Восстанавливалась автономия народов, которые были депортированы или незаслуженно выселены. То есть перестройки многочисленные в политической и экономических сферах. Новая программа КПСС, особенно положение о скором решении социальных вопросов, тоже нашла отклик в стране и вызвала массовый трудовой подъем населения. А у меня есть другие данные. То есть это, ну какие у вас данные? Что как раз-таки вот эти реформы преобразования демократические, как вы их называете, да, действительно они были, но они встречали непонимание, сопротивление партийно-густарственного аппарата и слоев населения. В частности, если мы говорим о новой программе КПСС, особенно о положении о скором решении социальных вопросов, все-таки ухудшилось экономическое положение, непоследовательность и непродуманность продолжавшейся стране преобразований вели к росту оппозиционных настроений в обществе. И уже в 1962 году в связи с обострением продовольственного положения были повышены розничные цены на некоторые продукты, основные, мясо, масло и другие. И результатом этого явились массовые протесты городского населения. В 1962 году было зафиксировано то, что рабочие одного из крупнейших заводов Ново-Черкасска объявили забастовку. Против организовавших демонстраций забастовщиков было применено оружие. Новации во внутренней политике вызывали в целом неудовлетворенность общества. И часть партийно-хозяйственного аппарата проявляло растущее недовольство нестабильностью общества. Причина в том, что политика Хрущева, его реформирование, внесение демократических нот, существующий режим, носило все-таки непродуманный характер. Поэтому случалось такое непринятие. И просто на практике все это превращалось, прежде всего, наверное, на спад. Все шло на спад, а не на укрепление и не на возрождение. То есть вот эти данные, они как раз-таки свидетельствуют об этом. Ну, понимаете, здесь можно сказать и другое, что в 1956 году размер направляемых в агросферу средств составил 18%. То есть выше, чем в 1955 году, когда было всего 7%. Это уже все-таки результат. Несколько раз повышались цены на сдаваемую государству сельхозпродукцию. Были снижены налоги с личных подсобных хозяйств крестьян и вводилась новая система налогообложения с единицей земельной площади. Вот маленькими шажками, но все-таки улучшения были. Были упорядочены расчеты хозяйств с МТС. Устанавливались твердые ставки по оплате услуг в зависимости от фактического урожая. Предпринимались шаги по улучшению технической оснащенности колхозов и совхозов. Увеличивались поставки селу тракторов и сельскохозяйственных машин. Была, кстати, в 1958 году проведена реорганизация машин тракторных станций. Колхозы получили право покупать у МТС технику. С 1954 года началось освоение целинных и залежных земель. Понимаете, все-таки народ как-то оживился, встряхнулся и энтузиазм был у людей. Вот внутренняя политика Хрущева в целом она позитивна или негативна? В целом она негативна, потому что, несмотря на то, что вы сейчас сказали про то же самое сельское хозяйство, все-таки коренных улучшений в развитии общества не виделось и не увеличивалось. А наоборот усиливались волонтеристские методы руководства сельским хозяйством, экономикой в целом, страной. То есть внутренняя политика, она велась непродуманно. То есть были массовые такие недовольства, протесты. И действительно жизнь ухудшалась, возрастали цены, падали доходы. Была колоссальная разница между городом и деревней. Все это непредалимо вело к таким внутренним противоречиям. Я считаю, что это прежде всего ошибка Хрущева. То, что руководствуясь такими методами, внося демократические изменения в страну, он до конца не продумывал последствия, которые происходили. Но у меня есть вот такие данные, что в период с 1953 по 1958 год прирост сельхозпродукции составил по сравнению с предыдущими пятью годами 34%. В тот же период было освоено 42 миллиона гектар цилинных и залежных земель. Более того, были реформы в управлении промышленностью. Во второй половине 50-х годов промышленность страны поднялась на качественно новую ступень. В ней насчитывалось около 300 отраслей и видов производства. В 1957 году был принят закон о перестройке управления промышленностью и строительством. В соответствии с ним отменялась прежняя отраслевая система руководства, осуществляемая через министерства и ведомства. Основной организационной формой управления стали Советы народного хозяйства, Совнархозы. В стране было создано 105 экономических районов на базе существующего административного деления. Но кто-то, конечно, эти Совнархозы ругает, кто-то защищает. Это само собой разумеется. Но вот что касается сельского хозяйства, что больше добился Хрущев? Все-таки, как вы считаете, он добился положительных моментов или отрицательных? Конечно, отрицательных. Потому что действительно Хрущев, когда находился у власти, совершил огромное количество просчетов, связанных как раз таки с развитием деревни, жизни на селе, поднятием ее экономики. Даже вспомним вот этот случай, когда Хрущев после визита в США в 1959 году всем хозяйствам рекомендовал переходить к пассиву кукурузы. То есть, понимаете, вот этот волюнтаризм в политике, он очень негативно сказывался на внутренней жизни народа, в том числе сельского населения. Это просто абсурдно. Внимать тем советам и рекомендациям, которые дают тебе самые важные твои соперники во внешней политике Соединенные Штаты Америки. И таких случаев, это не единичный случай. Я сейчас просто привожу конкретный случай, который произошел в 1959 году прошлого века, после визита Никиты Сергеевича Хрущева за границу, выезда. Это говорит о том, что Хрущев, он же был не интеллектуалом, он не был высокообразованным человеком, поэтому он всячески притеснял образованных людей. Я понимаю вашу позицию, но все-таки я хочу вернуться к реальности, что были в сельском хозяйстве, конечно, и просчеты, но были свои положительные моменты. В частности, внедрялись такие формы работы, как коллективные, звеньевой, бригадные подряды, когда работники звена и администрации заключали договор подряд, по которому одна сторона обязывалась произвести определенное количество продукции, а другая обеспечить всем необходимым. И вот, кстати, идеи децентрализации и управления, идеи того же Косыгина, тоже были весьма популярны и продуктивны, когда нужно было управление приблизить к производству. Это же хорошая идея. Новая организация труда развивала восприятие каждым работникам своего труда, как работу не вообще на общество, а на конкретный небольшой коллектив, на себя самого, как составную его часть. Старались решить и проблемы низкой оплаты труда за сельскохозяйственные работы. Так, при переходе на аккордную систему оплаты труда, за коллективом закреплялось определенное количество земли и техники. Определялось задание по производству продукции и согласно разработанным специалистами технологическим картам по каждому полю и каждой культуре устанавливался аккордный фонд оплаты за всю плановую продукцию. Но это по части стимулирования труда, я говорю, я не все методы и меры могу назвать. Но в этот период хрущевской оттепели прирост валовой продукции достигал 6-8% в год. В колхозах и совхозах наметилось общественное оживление. Происходило внедрение агрономических исследований, новых видов техники и технологий. То есть вот эта стимуляция труда была достаточно эффективна. Ну а вот скажите, во внешней политике Хрущев, он что, был волюнтаристом или все-таки был взвешенным политиком? Я уже упоминала об этом и могу подтвердить, что мое мнение таково, Хрущев был настоящим волюнтаристом и никаким не взвешенным политиком. Но тем не менее, вот мы знаем, что в 1949 году было создано НАТО, и в ответ на этот шаг в 355 году был в Варшаве подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и европейскими социалистическими странами. Участниками организации Варшавского договора стали Советский Союз, Польша, Румыния, Болгария, Албания, Венгрия, ГДР и Чехословакия. Организация ставила свою задачу обеспечения безопасности государств и поддержания мира в Европе. То есть главная идея или задача во внешней политике, во времена Хрущева, было ослабление международной напряженности в расширении взаимоотношений СССР и стран мира. Ну и в результате переговоров восстановились дипломатические связи с Австрией, с Федеративной республикой Германии. Было подписано соглашение о прекращении стояния войны между СССР и Японией в 1956 году. И, конечно, было подписано соглашение о сотрудничестве, декларация о сотрудничестве СССР и Югославии в области экономики, науки и культуры. В целом, к концу 50-х годов, было подписано торговые договора более чем с 70 мировыми державами. Но свои сложности были, и здесь вы, наверное, Анастасия, мне можете упомянуть и Карибский кризис, прежде всего. Да, который могут привести к развязанной третьей мировой. И Берлинскую стену можете привести. Но достижения тоже были. Достижения тоже были. Наши действия в целом были... Можно оправдать главным, что мы хотели избежать мировой войны, эскалации, напряженности и в целом, в общем-то, вести разговоры о разрядке. Это было и в эпоху Хрущева, и потом и в эпоху Брежнева. Да, но при этом мы договаривались до этого, в 1962 году, с Федорем Кастро, чтобы мы разместили свои ракеты на их территории. И хорошо, что вовремя удалось урегулировать конфликт и не допустить конфликта с США, иначе это грозило бы третьей мировой войной. Хорошо, что президент США Джон Кеннеди пошел на уступки. Все-таки с Никитой Сергеевичем Хрущевым хватило разума, чтобы предотвратить этот конфликт. Да, но в целом можно вот так сказать, что либерализация, она была и во внутренней политике, и во внешней политике. Так, ну, а вот, что касается оттепеля в культурной жизни, она принесла послабление или свободу слова, печати, собраний? Как вы считаете? Ну, конечно, конечно, внесла определенные свои изменения, потому что началась другая, немножко, точнее, создалось, создавались другие условия, была действительно разрешена ранее запрещена литература, те же самые фильмы к просмотру, то есть не было подвержено такой жесткому цензу все, что было раньше, до Никиты Сергеевича, и многое разрешалось. Но, тем не менее, все равно цензура, она продолжала существовать, свободы слова окончательно не было, так же все это пресекалось, то есть все равно велась идеологическая борьба Никиты Сергеевича Хрущева с теми людьми, кто отклонялся от советского строя и кто не разделял его дело и устремления политически. Ну, вот я хочу вспоминаю слова сына Сергея Никитича Хрущева, сына Никиты Сергеевича. Вот он в своей книге пишет, в книге «Пенсионер союзного значения» вспоминая об отце, о последних его годах отставки, он пишет, что сегодня много говорится о непростых отношениях отца с творческой интеллигенцией. Очевидно, этот феномен требует глубокого исследования. Я же себе позволю лишь несколько замечаний. Ну, во-первых, результаты 20-го съезда партии вызвали резкое оживление в общественной жизни, литературе и искусстве. Появились новые имена, смелые произведения. вслух стали говорить о том, о чем вчера боялись и подумать. Зашатались авторитеты. И тут выяснилось, что сама власть не была готова к восприятию перемен. Развитие событий для нее оказалось неожиданным. Такая домашняя, послушная, творческая интеллигенция выходила из-под контроля, отказывалась повиноваться привычному окрику сверху. Многих это новое пугало, а испуг, в свою очередь, вызывало ответные меры. В официальной идеологии царили Суслов и Ильичев. Однако в критических ситуациях оппоненты апеллировали к отцу. То есть писатели присылали произведения, отвергнутые инстанциями, а идеологи при малейшем ослаблении вожжей хором стращали, говоря, что контрреволюция в Венгрии начиналась с кружка Петёфи. И кончили же виселицами и стрельбой. О чем Сергей Никитичич говорит? О том, что советники неправильно преподносили отцу информацию. Тот же роман Пастернака «Доктор Живаго» они ему преподнесли как антисоветский, враждебный. А Хрущев ему некогда было. Он не читал этого романа. И он верил им на слово. А на самом деле, когда уже будучи в отставке, он прочитал этот роман «Доктор Живаго», то он с сожалением сказал, что здесь ничего нет антисоветского и зря, что мы этот роман не опубликовали. Вот. Понимаете? Но это еще раз свидетельство о том, что Хрущев очень был поспешен в принятии каких-то важных решений, которые решали не судьбу отдельной личности, а судьбу целых настоящих объектов государственных. Вы понимаете, Субъектов, простите, народа. Это, я считаю, что это было достаточно... Нет, все исходило вот из реальной обстановки. Также и о фильмах, допустим, Федерико Феллини, когда просили дать его оценку и таким образом как бы его подставить, да, Хрущева. Но здесь он уже разбирался и он сказал, пусть решает экспертная комиссия. Я не специалист в этой области и присуждает там, значит, премии. То есть не так все просто, как порой хочется видеть. Вот как вы считаете, отношения Хрущева с интеллигенцией, они были предсказуемыми или непредсказуемыми? Ну, я вспоминаю ту же выставку, бульдозерную выставку в Москве. на самом деле я сейчас тоже вспоминаю некоторые факты из жизни Никиты Сергеевича Хрущева и, конечно, отношение к интеллигенции было предсказуемо. Сам Никита Сергеевич был из интеллигентной семьи и вот само просвещение, продвижение, прогресса, науки в целом, в искусстве, в литературе, то есть то, что могло принести мощь, раскрыть потенциал нашей страны. Никита Сергеевич пресекал, а почему он это делал? Потому что он действительно не вникал, он не знал эту жизнь, жизнь элиты, жизнь интеллигенции. Он вращался в своем кругу, со своими соратниками и часто принимал поспешные решения необоснованно. Ему была чужда и непонятна вот эта жизнь интеллигенции, потому что он сам был настоящий, как сказал, как сказала Солженицын Александр Исаевич, то, что он был образованщин, образованщин, да, такой. Поэтому ему было это чуждо. Но я не знаю, что он пресекал, например, любимым его детищем был космос, ракеты, и здесь вполне мы видим, что он и поддерживал, и при именно в правлении Хрущева мы осуществили запуск первого советского спутника Земли, а потом и полет Гагарина. Да, Солженицын не любил, он не любил, он читал роман Солженицына в круге первом и раковый корпус, а также прочитал роман 1884 год Оруэлла, но он эти книги ему не нравилось, он, кстати, не любил также и мемуары, хотя потом члены семьи сподвигли его к тому, чтобы он написал мемуары, очень, кстати, интересные. Вот, кстати, сам Хрущев о себе говорил, главный мой недостаток и слабость это доброта и доверчивость, а может быть еще и то, что я сам не замечал своих недостатков. По сути говоря, он когда его отставку производили, то вот он перед участниками пленума он такую речь держал. Да, я признаю, что допускал некоторую нетактичность по отношению к работникам искусства и науки. В частности, сюда можно отнести мои высказывания в адрес Академии наук. Но ведь не секрет, что наша наука по многим вопросам отстает от зарубежной науки и техники. Мы же в науку вкладываем огромные народные средства, создаем все условия для творчества и внедрения в народное хозяйство ее результатов. Надо заставлять, требовать от научных учреждений более активных действий настоящей отдачи. Это ведь истина. От нее никуда не уйдешь. Ну вот скажите, еще одно крупное мероприятие было в Москве в 1957 году. Это мероприятие Международного фестиваля молодежи и студентов. Повлияли ли эти мероприятия на процессы демократизации общественной жизни в СССР? Как вы считаете? В какой той степени повлияли, потому что это было совершенно новое масштабное мероприятие. Приехали студенты и представители из различных стран, иностранные делегации, которые действительно внесли другой, наверное, образ и понимание для человека советского сознания, который привык к совершенно другой жизни, и тот увидел совершенно другую культуру. Большинство было приезжающих гостей на фестиваль именно иностранцев из западных стран. И, конечно, это повлияло, нота демократии была внесена в общество. Но, с другой стороны, это тоже было отрицательным фактором. Почему? Потому что очень много было беспорядков и несогласных людей потом, после того, как этот фестиваль завершился, с политической системой и вообще с обстановкой в целом в стране. Я считаю, что это тоже не очень хорошо. Потому что вот эти противоречия, которые назревали после этого фестиваля, недовольство властью, они только усилились. Ну, безусловно, что это способствовало и повышению престижа страны, и действительно Советский Союз увидел у себя в гостях представителей разных стран и разных народов. И какое-то никакое общение было между людьми. А упал ли авторитет СССР на международной арене в результате правления Хрущева? Я опять же соглашусь, наверное, с историком Орловым, который пишет, что в 1964 году завершилась политика реформ, проводимых Никитой Сергеевичем Хрущевым. К этому времени неизмеримо увеличилось число противников этих реформ. Окрепила оппозиция Никиты Сергеевича Хрущева в рядах партийно-гостарственного аппарата. Непродуманность и спешка реорганизации в сфере народного хозяйства умножили ряды его противников на периферии. И что происходило? Разрыв отношений с Китаем, мощной державой политической. Инцидент с американским разведывательным самолетом. Только активизировали критику в адрес внешней политики Хрущева. И намеченные планы демобилизации армии вызвали глубокое недовольство в генеральном штабе. Это я уже вернулась к внутренней политике. Но тем не менее, в целом, все-таки, недовольство политикой Хрущева, он выступал инициатором преобразований, в том числе во внешней политике, оно, конечно, дало о себе знать. И в целом, результаты оказались неудовлетворительными. То есть, Хрущев не оправдал ожидания общества. Ну как, с нами считались, мы были крупной мировой державой. С нами пристали, не считались. С нами считали, и нас боялись, и, в общем, я думаю, что авторитет возрос. Сталин оставил после себя могучую державу. С этим спорить мало кто может поспорить. Как вы считаете, Хрущев приумножил это могущество или уменьшил? Конечно, уменьшил. Сталин оставил после себя могущественную сильную державу, а Хрущев раскритиковал его, в целом подорвал доверие к партии, к делу Сталина и к политике государственного аппарата. Я считаю, что это главное допустимое ошибка и предательство и непродуманность действия со стороны Хрущева. Ну вот, я думаю, что в эпоху были подняты проблемы разные, материально-технического снабжения, и проблемы планирования, и рентабельности, и в частности реформы 1965 года, которая может рассматриваться как полуреформа, она всколыхнула общество, заставила приведших в 1964 году к власти Брежнева и премьер-министра Косыгина уделить большое внимание анализу ее итогов. Мне кажется, что Хрущев, вот, его курс на демократизацию, десталинизацию, он не забыт остался, а вот уже в 80-е годы, в эпоху перестройки, был продолжен. И, наверное, в этом его и главная заслуга, что он был вот таким человеком, который пытался провести демократические преобразования. Таким образом, мы сегодня выяснили важные моменты, связанные с актуальными вопросами истории России, и попытались в спокойной доверительной обстановке понять особенности исторического процесса и приблизиться к истине. Спасибо за внимание. До свидания.